Расскажите, пожалуйста, вот прям такую короткую рекомендацию, как выбрать людям настенный котел и как выбрать напольный котел. Смотрите, с точки зрения мощности оборудования, правильный подбор осуществляется, исходя из мощности системы отопления и ее объема. Это если как подбирать правильно. Есть не совсем правильный подбор, к которому может прибегнуть потребитель, либо торгующая организация и так далее. То есть это 1 кВт мощности на 10 квадратных метров плюс 30% сверху. То есть с точки зрения завода такой подбор не является корректным. То есть исключительно правильный подбор по мощности системы и по объему. Далее клиент уже выбирает функционал оборудования, который ему необходим. Если мы рассматриваем в контексте настенного котла и, допустим, точек водоотбора. Если у клиента до 2-3 точек водоотбора, ему подойдет котел мощностью 24-32 кВт. Соответственно, если он сопоставляется и соотносится с его мощностью системы отопления и с ее объемом. Далее, если клиент понимает, что точек водоотбора у него намного больше, чем 2-3, которые могут быть использованы одновременно. Он уже рассматривает не настенный двухконтурный котел, а настенный котел для работы с баком косвенного нагрева. Это котлы LEMOX серии Prime HO. Он ставит котел согласно мощности системы и объема. И уже устанавливает расширительный бак, исходя из тех потребностей, которые необходимы. Также он потенциально понимает, есть ли у него организованный дымоход для отвода продуктов сгорания или нет. Либо у него нет организованного дымохода, ему подойдет обычный, традиционный, скажем так, турбированный настенный котел Prime V. Делается отверстие в стене для отвода продуктов сгорания. Устанавливается коаксиальная система дымоудаления, которая не требует организации стационарного дымохода. И он все это великолепно эксплуатирует. Что касаемо напольного оборудования, здесь нужно понимать, что напольный котел подбирается точно так же по мощности системы и по объему. Напольный котел это может быть простейший котел, это может быть энергозависимый котел с платой управления. Это может быть двухконтурный напольный котел энергонезависимый. Это может быть напольный котел энергозависимый для работы с баком косвенного нагрева, с возможностью дистанционного управления, либо без возможности дистанционного управления. То есть, соответственно, если человеку нужен простейший котел, который греет просто систему отопления, человек сопоставил мощность системы и ее объем с мощностью котла, он выбирает простейший напольный котел, который энергонезависимый, который не требует подключения к внешним источникам питания и эксплуатирует. Если он, допустим, понимает, что ему нужен такой же энергонезависимый напольник, но двухконтурный для обеспечения горячей водой одной точки водоотбора, он уже рассмотрит напольный энергонезависимый двухконтурный котел. А вот если он уже понимает, что ему необходимо обеспечить несколько точек водоотбора, тут он или уже рассмотрит настенный котел с платой управления, который работает с баком косвенного нагрева и обеспечивает несколько точек водоотбора, либо рассмотрит энергонезависимость с дополнительной периферией для работы с баком косвенного нагрева. Это устройство контроллер баком косвенного нагрева называется. И если человек понимает, что он хочет получить дистанционное управление, дистанционный контроль над котлом, возможность регулировки параметров, ему необходим котел напольный для обеспечения не только отопления, но и горячего водоснабжения, тогда он уже выбирает напольный энергозависимый котел с платой управления. Это котлы Клевер, Омега-Е, Омега-Си-Ай-Е. И к этому котлу он уже подключает бак косвенного нагрева, устройство для дистанционного управления и контроля, также турбонасадку может установить. Это основные критерии, поэтому когда человек обращается, то есть необходимо первоначально понять его вводные данные, которые необходимы для подбора, то есть что он хочет от котла, будь то напольный, либо настенный. И исходя из этого, мы уже в полном объеме можем оказать консультацию индивидуально для каждого клиента. По вашему опыту, какое решение наиболее популярное, настенный котел или напольный? Это настенное оборудование, потому что кто-то это еще называет мини-котельный, то есть это действительно удобно, это уже готовое решение, которое может обеспечить и обогрев системы отопления, обогрев дома, либо квартиры, и обеспечить производительность по контуру ГВС, то есть на 1, 2, 3, 5 точек водоотбора и так далее. Поэтому в нынешней ситуации, анализируя рынок, анализируя спрос, мы понимаем, что люди сейчас все больше и больше предпочтений отдают настенному оборудованию. Спасибо большое за комментарий. Вам спасибо.